А понятие вещи, да? Значит, попытаемся сравнить эдетические и антиэдетические или неэдетические подходы к определению вещи. В самом деле, мы все больны представлениями Платона. Я считаю, что даже больны, мы к ним привыкли, для нас кажется, это нормально. Но в самом деле, очень трудно поспорить с всем простым фактом, что для того, чтобы я увидел чашку, стоящую передо мной на столе, я должен иметь доступ к эдесу чашки. Если я знаю, что такое чашка, некое, как общее понятие, то я чашку вижу. Если я не знаю, что такое лист или что такое дерево, войдя в лес, я не увижу ни листа, ни дерева. Это квинтэценция эдетического подхода. А именно, некие эдесы предшествуют любому восприятию любой нашей вещи. Отсюда и знаменитый миф Платона о пещере. Мы сидим, есть некие идеальные эдесы, а перед нами ничто иное, как отбрасываемые тени или картинки. Мир оказывается тенью с тени пещеры, отбрасываемой посредством разума, от некого идеального мира. Это первое. Второе представление, которое тоже кажется чрезвычайно странным, но которого мы настолько привыкли, что уже не можем от него никак отказаться. Это представление о вещи, как о некоторой елке. Елке, на которой висят свойства или образы. Но в самом деле, вот он гусердянский подход. У нас есть вещь и есть профиль вещи. Я вижу чашку, я вижу всегда ее в профиле. И за ней скрывается то, что называется вещью. Вещь есть некое содержание. Оно позитивное содержание, у которого много сторон и много профилей. Мы видим, что здесь является странным и удивительным. Но к чему мы привыкли. Мысли то, чего никогда не может быть нам дано само по себе, но которое всегда скрывается за данным предметом. Предмет данного в профиль, но то, что за ним скрывается, есть некая вещь. Этот роднит Платонова... Давай сначала объясни, что такое профиль-то все-таки. Ну профиль образ. Образ. То есть у нас вещь это елка, на которой рысят много-много... Просто профиль это некая вещь данной перспективы. Мы всегда не видим саму вещь, мы всегда видим ее в какой-то перспективе. Не перспективе, а в некотором положении. То есть мы видим ее в качестве профиля. Мы можем ее обойти и увидеть сразу... С различных профилей. Да, с различных позиций. То есть профиль это то, что непосредственно в Сазидентскане вот здесь и сейчас дано в определенной перспективе. То есть по отношению к другим предметам. И по отношению... Нет, а на самом деле по отношению к человеку. У Гуссерля по отношению к человеку. К самому воспонимаемому, да. Мы видим передо мной фикус, мы видим его в профиль какой-то. И за ним мы считаем, что скрывается такая вещь, как фикус. У Гуссерля ведь получается, что вещь это некая мысль, которая формируется благодаря тому, что вот эти профили собираются вот в нечто, да? Да. Вокруг некого единства, которое мысленное. Очень важно видеть, что здесь вещи вступают в качестве некой истинной реальности. Значит, профиль выступает только в том, что он собой обозначает или показывает нам определенную вещь. А вещь, как некая истинная реальность, скрывается за профилем вещи. Вещь скрывается за профилем вещи. Точно так же и у Платона. У нас эдос скрывается за конкретной вещью. Эдос важнее и сильнее вещи. То есть, да, по той простой причине, что эдос предшествует, с точки зрения Платона, предшествует восприятию любой вещи. Не зная, что такое чашка, мы никогда не любим чашку. Простейшие мысли на это. А мы хоть что-нибудь увидим? Ну, да. Какой-то объект мы видим? Да, я боюсь, что никакого. Так вот это было существенно. Я смотрю на нечто, что передо мной. Я потом узнаю, что это чашка, когда узнаю, что это эдос чашки. А до того, как я узнал эдос чашки, я что-то увидел? Ну, скорее всего, нет. То есть, по крайней мере, ты не можешь об этом ничего сказать. Ты будешь говорить нечто кругленькое, нечто... То есть, все-таки я что-то ощущаю и вижу, да? Нечто беленькое. Нет, я не могу его поименовать, да. Я не могу его присвоить в качестве понятия. Проблема, она состоит в том, что у тебя, по всей видимости, если это недоступен эдосу кругленького или эдосу беленькому, то тоже опять ничего не увидишь. Если у тебя нет врожденное представление об идеях, то ты не видишь ничего. По распространенной точке зрения, животное это всего лишь пушистый... Красное, это тоже эдос? Да. Чтобы увидеть красное, может эдос красного? Да. Нет, ну это же как бы... Нет, эдос ли так понимаете? Это просто, мне кажется, очень сильная интерпретация Платона. Сильная, да. Которая самому Платону... Это крайняя интерпретация Платона, да. Да. Вот, если придерживаться все же самого Платона или христианской традиции, которая в этом отношении следует Платону, то каждая вещь, это есть прежде всего в воплощении эдоса. То есть, сам эдос нам помогает воспринимать вещи и постигать ее истинный смысл, а не то, что без эдоса мы совершенно тут бессильны. Нормальные люди, которые вообще, так сказать, как прагматика, возможно, без всякого там... без всяких эдетических принципов. Да. Почему считается в этом смысле метропсихоз, то есть, преосеяние душ является имманентным свойством, то есть, имманентным понятием в эдетической структуре Платона? Да потому что непонятно, откуда мы можем получить первоначально эдос вещи. Ясно же, что когда-то душа где-то его созерцала, и она запомнила. Но учить никогда ничего нельзя. Обучение – силу, лишь припоминание. Да? Нет, ты говоришь сейчас об эдосе вещи, а когда я спросил тебе про красное, так эдос красного тоже есть? Красная – это не вещь. Да, да. Красная – это тот самый профиль, понимаешь? Я занимаю в попытках подписать Платону исключительно такую крайнюю ситуацию. Нет, крайняя ситуация у него это есть. Она задается в парамениде вопросом, что если эдос – это мысль, то эта вещь состоит из мыслей. И как бы в принципе, это как раз то, что ты и говоришь. Теперь мы пытаемся понять, какая точка зрения в противовесии ей предлагается. В противовесии предлагается… Нет, давай сначала все-таки с эдетическим подходом. Нет, давай сначала мы скажем, какая точка зрения противостоит, чтобы можно было сравнивать. Потому что удобнее… Ну если бы мы не разобрали, в чем эдетический подход состоит. То же самое, только не так сильно, на мой взгляд. Нет, мне просто кажется, что все-таки надо отличать то, что дано через эдос, и то, что оно чувственно. Эдос ведь противостоит чему-то чувственно. И у Платона у самого эдос противостоит. Это чувственно поток. Да, существует же… Это красивая, восточная легенда, что царь спросил, вот у меня, от 11 тысячи коней. Скажи мне, пожалуйста, как мне показать самого совершенного и самого лучшего из коней. Где он? Мудрец что ему сказал? А вот он, на первом посвященном. Потому что эдос, считал мудрец, не существует некому в настоящем мире, а каждая лошадь, которая имеется, она является абсолютно полным и законченным воплощением эдоса, лошади. Каждая лошадь, вовно настолько лошадь, сколько нет. Насколько она лошадь. Здесь есть тема другая, а про этот эдос и совершенство, это другая тема. Это странно, но тем не менее, это вот так. Ну, то есть, Мудрец не смог ответить на вопрос, вы спросили, где тут совершенство, а он показал, что вот это эдос. Где здесь совершенство? Эдос, это не совершенство. Где там совершенная лошадь. Оказалось, что… Эдос лошади и эдос совершенство, это разные вещи. Да, нет, она показывает нам другую вещь, что эдос или идея лошади, она на самом деле не существует самостоятельно. Может быть, она существует только вот так. Вот прямо сейчас и здесь. Конкретная лошадь является… Но это вообще-то Аристотель. И является примером лошади. Это Аристотель, а не Платон. Платоны, а эдосы существуют самостоятельно. Имеется, имеется, вот. Вот мы эту ситуацию описываем, но я хочу обратить внимание, и у Гегеля, и у Канта вот это понятие вещи, как елки, на которой висят образы или профиль руссарлянской терминологии, имеет место быть. Ну, давайте попытаемся понять, как можно высказать некую точку зрения, в которой подобного положения удел прямо противопоставит. Но в самом деле, возьмем наш любимый огурец, да, который в одном и том же самом месте оказывается и продолговатым, и зеленым. Тогда что здесь будет являться вещью? С точки зрения обычного здравого смысла, а также Гегеля, Канта, кого-либо, и еще угодно, и Платона, это и есть некоторая сущность огурец, которая за этими двумя профилями, за зеленым и продолговатым, прячется и скрывается. Но мы считаем, что такая точка зрения является слишком оптимистической. Не существует никакой вещи, которая за продолговатым и зеленым, взятым в одном и том же месте, скрывается. Но, несомненно, можно сказать, что вещь – это и есть отношение зеленого и продолговатого, взятого в одном и в одном месте. Это принципиально иная точка зрения, чем и наша елка, на которой висят кровь, согласитесь. Другая точка зрения. У тебя нет вещи как некой сущности. Вещи есть простое отношение, то есть простая форма отношения. Я с этим немножко не согласен, потому что всегда, когда говорится о вещи, в институте речь идет о бытии. То есть о чем-то таком, что существует само по себе, сопротивляется нашей воле. То, что обозначается термином «бытие». Если мы имеем отношение к профилю, о каком здесь в бытии идет речь? Ты можешь в иллюзии находиться, и у тебя точно так же профиль будет соотноситься. И это не будет вещь. Ни о каком сопротивлении действительно здесь не приходится говорить. А бытие и речь идет о каком-нибудь? Безусловно, но бытие у тебя налицо. Нет, ну как бытие налицо? В иллюзии. Точно так же есть два профиля, и точно так же они соотносятся. И, значит, там есть вещи, но тем не менее мы понимаем. Да, 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 да. Ну вот, видишь. Два профиля, да. Ты берешь два профиля, достаточно только двух профилей. Но это означает, что это определение вещи не корректно. Если в иллюзии, не можешь нести к иллюзию, не можешь отличить от реальности. То есть состоит суть, что ты должен вещь указать, как вещь существующая. А почему здесь иллюзия? А почему здесь иллюзия? Ну, потому что твои вещи в иллюзии, твои вещи в реальности, она никак не различима. А почему она в иллюзии-то? Ну, во сне, я не знаю. У тебя есть несомненность по долговатости и несомненность зелености. Да, во сне. И ты в иллюзии в одном и том же месте. Во сне. Ну, если ты представляешь вещи, если ты не можешь отдать себе отчет, что ты спишь. Конечно, это так. В чувственном созерцании. Конечно, вот так вот. Ты наблюдаешь какие-то явления. Зелености там, по долговатости. Да. Хорошо. Потом, значит, через схему по канту. Это все подходит под понятие. И воображение выдает тебе результат в виде предмета. Понимаешь? Ну, вот классическая канта, скажи, тем ничего. Да, но здесь система-то совсем другая. Ну, как-то, как мы в прошлый раз, как мне кажется, договорились, ничего не прячется за вещью. Да, но опять-таки. За явление. Да. Но точно так же вещь, она подводится под некое готовое понятие. И казалось, действительно, вот мой мысленный опыт, ну, к этому я вот люблю тут, когда я мог бегать, бегал. Ну, почему же готовый? Ну, почему же готовый? Под понятие подводится. Вот передо мной сейчас все это. Я думаю, человек. Этийный механизм рассудка. Но это долго, я не уверен, что я смогу это все безответственно повторить. Но работает просто понятийный механизм рассудка. Одновременно чувственный механизм работает, да? Через схему это, так сказать, происходит синтез. И это и есть результат воображения. У тебя возникает предмет. Понимаешь, да? Да. Ну, как это? Всякие понятия как-то появляются. Да. Ну, нельзя сказать, что… Ну, не обязательно научение. Подводится под некий чувственный област, подводится под некое понятие. Правильно? Я так понимаю, да? Ну, у Канта понятия-то все априорные. Значит, они все готовы. Да. Нет. Ну, имеется в виду понятие, да? Под понятие. Я знаю, что… Агурец. Да. Я знаю, что это огурец. Я знаю, что это человек. Агурец. Я знаю, что это называется человеком. Да. Хантовский подход, он близок к платоновскому этическому, как я его описал. Ну, да. Где-то так. То есть, действительно, у тебя под готовое некое понятие подводится конкретно чувственный област. Ну, не совсем готовый. И у Платона тоже… У Платона тоже совершенно не готовый, а что это чашка? Чашка или чай? Платон, я хочу сразу же этот акцент расставить. Все понимают, что Эйдос – это все, что готово. Эйдос – это то, что человек различает. Понимаешь? Это то, к чему Эйдос настоящий не тот, который в душе застрял. Душа получает знания. Почему вот душа приселяется-то? Она только имеет знание об Эйдос, что Эйдос есть. Это же можно тоже знать. А потом работа души заключается в том, чтобы к самому Эйдосу в умозрении дотянуться и различить Эйдос. Это не то, что там понятие, красочный образ лошади. Нет. Да, 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 да. То точно, не точно само, а примерно. Да, правильно, точно так же. Идут те тени на стене, и я превращаю их в… Предпринимаю, что они являются областью некоторого Эйдоса. Не тем, что я узнаю, там у меня была готовая красивая лошадь. А тем, что она в этот момент только так и определяется. Она не существует как-то иначе. Она именно в тот самый момент, она и появляется. То есть у нас любая вещь выступает не только в качестве самого себя, но и в качестве примера Эйдоса. Это очень такой подход. Разработанный, философский. Я не имею ничего против, но я-то хочу сказать нечто совсем иное. Давайте сначала разберемся, там, Эйдоса, все-таки мыслимое содержание, или это содержание любое, и мыслимое, и чувственное? Нет, только мыслимое, естественно. Ну только мыслимое. Тогда, значит, никакого Эйдоса красного нет, правильно? Да, да. Работа рассудка у Канта или эритическая работа у Платона помогает в чувственности? Да нет, просто давайте двигаться последовательно. Мы считаем, что Эйдоса – это только мыслимое. Значит, все чувственное мое содержание – это существует без относительная Эйдоса, и мы ее чувствованию воспринимаем. Да. Значит, и чашку как нечто чувственное, но мы не можем назвать ее Чашкой, конечно, то есть мы не можем присоединить Эйдос, пока не помыслим этот Эйдос, да? Ну вот некое нечто чувственное, да, вот здесь данное – прямо здесь и сейчас – я воспринимаю, да? Правильно я понимаю? Да. Красное я воспринимаю без Эйдоса, для этого не требует никакой Эйдоса красного. Потому что это чувственное. Правильно? Вот. То есть у нас возникает два... ПО. Ну что, подождите, ну, что подождите-то? Ну это же важно, на самом деле. Ну вот я и пытаюсь... У тебя-то получалось, что есть единый спрос. Хорошо, сейчас давай, давайте внутри этого разумеетим еще два способа, внутри этического подхода. Первый подход, который я буду условно называть платоновским или греческим, и от подхода, который является классической немецкой философией. Вот подход классической немецкой философии. У тебя есть краснота как таковая, Фихтер об этом специально говорит, в попытке по большому счету пересказать Канта только. И она, оказывается, на нее накладывается некая старшая форма, они являются чисто природными. То есть, например, форма шара. Она накладывается, и перед нами медь. Краснота формы шара, она медь. Мы видим, что здесь есть некие чувственные данные, на которые подводятся, которые под некоторое понятие. Или под некий универсальный конструкт. Но в самом деле все чувственные данные существуют. Да. Это существует существенно. Это в этом состоит различие, между прочим. Этого иллюзии и реальности. Это вот подобного рода-рода подход. А до этого как бы и все есть. Подход Кантовский и более поздний школы его, да? Теперь тот подход, который я буду называть условно-древнегреческим. Он состоит, что мы не можем предположить существование неких чувственных качеств до того, как сознание начало свою эритическую работу. То есть оно подошло в это дело. В этом смысле можно сказать, что форма, которая была просто формой определенности в немецкой классической философии, для интервьюных греков является формой бытия. То есть главная функция эритиса, она состоит не только в том, что давайте из меди делать медь, то есть изготавливать медь в качестве чего-то оформленного, но и в том, что выводить ее в бытие, то есть делать действительное. В этом смысле можно сказать, что чувственных данных, как таковых, для древних греков не существует. Хорошо. А что оформляет эритис? Непонятно. Первое главное, он не бытие выводит бытие. Не бытие выводит бытие. А что ему противостоит? Не бытие противостоит эритис? Да, ничего не противостоит. Вот это и очень интересно. Но это ведь не так на самом деле. Имей и Платон, и Аристотель, и все рассуждает о материи. Все рассуждают о жизни. Я могу тебе сказать, что это... Все не рассуждают. Да, но что такое материя? Материя числе возможностей. Нет. А что? Материя, одна из определений материи, является численностью. Сама по себе материя, это нечто, что я так, всякий раз я говорю, сопротивляющееся. Материя, это бытие некое, которое сопротивляется. Нет, материя, это не то, что нечто сопротивляется, а в том, что, в смысле, это есть некая возможность. Нет, с точки зрения чувственности. Из возможностей, которая выводится в действительность, при помощи формы. Она является возможностью с точки зрения мышления. А с точки зрения своей чувственности, материя является то, что сопротивляется. То, что сопротивляется, это и материя. Где же оно сопротивляется-то? Потому что мышление ничто не сопротивляется, ты себе заметишь. Мышление, оно свободное, и оно не встречает никакого ни в счет сопротивления. Хорошо. И сопротивление, мы понимаем, под сопротивлением только оно возникает, только когда мы вступаем в чувственную среду. В чувственной среде, вот как наша чувственность по отношению к чему-то другому, чувствует некое сопротивление со стороны этого другого. То есть оно там и чувствует это сопротивление. Чувствуемое сопротивление указывает на материю Так хорошо, а сопротивление есть какое-то? Откуда оно взялось? В чем тут суть вопроса? Суть вопроса состоит в том, что она отличается от иллюзии Вот есть иллюзия в нашем сне, допустим А там нет никакого сопротивления Там точно так же чувственные данные есть Нет, у меня сопротивление во сне, если можно говорить, сопротивление Такое иногда и больше, чем в действительности Вопрос же, слово... А у кого какие сны? Не надо продираться к слову Я имею в виду, что во сне, на самом деле, все, что происходит с нами Оно происходит как бы без какого-то с нашей стороны проблематичности Все как бы происходит гладко, скажем так Все всегда происходит гладко Ну у кого как? В том-то и дело, что во сне не происходит Хорошо, как тогда различить... Как различить иллюзию и реальность? Хорошо, я закончил свой... Различи иллюзию и реальность, тогда мы перейдем к эйксу Потому что сначала надо различить В чем различие? Иллюзии и реальности сна и эйксу В чем различие? Нету различия Ну вот в этом и состоит сложность Нету различия Мы занимаемся философией У нас нет никаких ошибок Мы занимаемся философией Мы как бы убрали того субъекта, кто сумасшедший, кто ошибается В идеологичном мысли Платоновская тема очень интересная Может ли стон отличаться от яви? Ответ не может Здрасте Я в последнее время столько много удивительного Платона слышу Нет, Игорь, вот тут ты заслужишь, что ты Платона излагаешь как-то странно Потому что этого не может быть Самое главное ведь различить Вот если ты вспомнил Декарта Ведь у Декарта тоже такая проблема состояла Да Это различить сон и ель? Да Он различил, по-твоему? Нет Это странно, потому что он вначале ставит А вдруг то, что я воспринимаю, это сон Как он доказывает, что это не сон, по-твоему? Он доказывает, что существует Бог, который не обладает Своего коварства Вот так вот только из-за них разложили Подожди, Игорь Бог не коварен и не пожелает нам зла И пожелает обманывать нас Я тогда свою точку зрения не выскажу Ну хорошо, выскажи Он доказывает это тем, что если что-то дано ясно и отчетливо То это явь У него есть критерии, не Бог никакой А ясность и отчетливость И он различает явь от сна именно этим критерием Ясностью и отчетливостью Я отвожу другой критерий для различения сон и ся А именно сопротивлением Есть сопротивление или нет? Понимаешь? Можно подумать еще какой-то другой критерий Но нам все равно нужен критерий от лечения яви и сна Реальности и иллюзии Если его нет, то тогда философия не состоялась просто Она даже не началась То, что всегда вопрос идет о бытии И мы должны этот вопрос решать Мне сказано было, это нравится Потому что действительно, так сказать, сопротивление Это хорошая метафора Да, это именно метафора Хорошо, Александр правильно Тем же самым ощущением Кроме того, материя Как ничто Как хоро Это же все женское начало Да? Это сопротивляющееся Мужскому логосу Поэтому сопротивление Не, ну можно сказать Ясность и отчетливость Это просто другая линия Потому что это линия уже сознания Это не античная философия Потому что как бы Декарта уже сразу начинает с сознания И понятно, что для сознания Там просто либо ясность и отчетливость Либо как бы Некая как бы туманность Потому что это интенсивность сознания На мой взгляд Ясности и отчетливости Чего-то не хватает Ведь по большому счету Нам всегда нужно Среди наших мыслей Уметь отличать Собственно мысли как мысли И мысли как ощущения И вот если рассуждать В терминах развлечения Может быть это не стоит сейчас делать А просто, так сказать Пунтируем Намекнув, что любого мысла Можно интерпретировать Как некое развлечение И вот сознание Это наша, так сказать Некая структура развлечений И возникает вопрос Как отличить Развлечение ощущения И развлечение мыслей Просто, да? Ну вот развлечение ощущения Это вот то развлечение Которое мы вот развлечаем Внешне Что-то Но формально на самом деле Это делается моментально легко Они отличаются Если выводится Понятие структуры сознания Там развивается Напара и все То развлечение Которое справа Да Оно и называется Ощущение Я не буду об этом Просто хочу сказать Что это все Программализуется Ощущения Они легко Выделяются Из прочих мыслей Именно потому Что они сопротивляются Мы Ну как у Канта Они сопротивляются Мы не больны Ну да У Канта 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 Я провожу Под понятие Некий образ Под понятие человека А у него Треологии Значит это не человек А стол Ну да Можно сказать Что сопротивляется Ну наверное Можно сказать Нет Вопрос-то в чем Когда мы определяем Что такое Вещь Именно Развлечение Реальности И иллюзии Оно существенное Развлечение Я весь Потому что Мы должны указать Вещь Как она Реальна Как она Я видана И должны Так это сделать Чтобы было ясно На самом деле Что когда ты Воспринимаешь Вещь Что это Вещь Реальна Что это Я А не так Что ты во сне Видишь нечто Ясно Ясно Сижу Во сне Вижу Что ты Ясно Это критерий Декарта Декарль считал Что во сне Невозможно Ясно 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 Еще раз Я как бы Здесь Не стремлюсь А Отставить Позицию Декарта Я говорю Как у Декарта У Декарта Такой критерий Он считал Что сон Отличается От яви Тем самым Что если Ясно Отчетливо Значит Это я А не сон И не иллюзия Он считал Что это означает Что Операция По отношению К ясно Отчетливым Вещам Операция Сомнения Декарта Невозможна Что ли Возможно Почему нет Он же говорит Что он может Сопротивляться Сомневаться Даже В природе Математических Доказательств Они Ясно Отчетливо Воспринимаются На него Чумные И с ней Ясно Отчетливые Но Обратите Внимание Таким образом Показывает Что разговор Об ясности Отчетливости Это не вопрос А с ней Ну я не знаю За что не возьмется Теперь Как бы Сейчас резко Перескочили С Платона Это должен доказать Зачем ему нужен Бог 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 не обманщик Значит Бог не обманщик И потом Отсюда Если мы Для нас Что-то Дано Ясно И отчетливо То оно Дано Ощеменность Что Бог Читайте Декарта Что Бог не обманщик Да не причем Бог Только просто Поворачивает ситуацию Он говорит Если Бог не обманщик То все то Что ясно И отчетливо Дано Доставлено Значит Ну вот Бог не обманщик Ладно Давайте как бы Оставим Декарта Потому что Другая тема Если мы берем Платона То у Платона Должен быть свой критерий Отличие Сна и Яви А не так Что сон и Яви У Платона Никак не отличается Он либо философ Либо не философ Если он не может Если он Яви Отличие Значит Он не справился С задачей Он не философ Там не знает Кто угодно Писатель Там поэт Там не знаю Но не философ Потому что философ Занимается бытием Он как раз И задача состоит В том Чтобы понять Что такое бытие Что такое И сказать есть Не просто сказать Что в иллюзии Или воображении Я могу что угодно Вообразить И представить А вот надо Показать Каким образом Нището есть И вообще понять Что такое значит быть И что такое В этом смысле Вещь Поэтому должна быть Вещь Должен быть Критерий По которым Вещь является тем Что относится к бытию А не к иллюзии Очень интересно Посмотреть На что Подобный Неэтический подход О котором я говорил Когда Вещь не есть Нечто Что скрывается За профилем Просто Просто Отношение Двух профилей Вот А здесь Это иллюзия В иллюзии В реальности Будет одинаково Она никак Ни не возникнет Что здесь Является Особенностью Таким На кого Действительно Из философов Больше всего Похожи А похоже Как бы ни странно На того Самого Декарта Ты и похожи Почему Потому что Мы вспомним Что у него Есть две вещи Это вещь мыслящая Которую легко Получить Что Это самая Идея В основе Которой Лежит Существование То есть Мы мыслим Я сомневаюсь Не сомневаюсь На то Что я При этом Я существую То есть Бытие Таким образом Получается Автоматически Доказан И вторая вещь А именно Декартовская Протяженность Протяженностью Что наблюдается Если нам Что Сказать Что есть Что такое Пространство С точки зрения Декарта А пространство Это предметность Предмета Это для вечность Вещи У тебя Получается Что вещь Обладает Таким Это свойствами Например Зеленая Продолговато И Цель Она И самая Вещь И это Есть Ее Протяженность Таким Образом Получается Подекарту Если мы Нечто Видим В качестве Протяженного То Несомненно Оно и Существует То есть Если мы Воображение Видим Нечто В качестве Протяженного Да То есть Протяженности Как самой Идея Протяженности Заключено Бытие Ну как Еще Обсуждали Ты должен Предложить Критерии Каким образом Будет Отличаться Явь От Сна Да Это Очень Забавно В позиции Протяженности Никак Явь От Сна Не Это Ты Мне Предлагаешь Явь От Различать Я Я Считаю Что Невозможно Говорить О Вещи Если Мы Не Умем Различить Реальность А я Хочу А я Постоянно Это Говорю Что Когда Мы Находимся Во Сне Мы Никогда Не Отличаем Не Можем Понять Что Это Сон Хотя Некоторые Говорят Что Такое Бывает И Значит То Что Нам Во Сне Кажется Мы Не Занимаемся Тем Что Людям Кажется Мы Не Занимаемся Тем Что Люди Ошибаются Там И Прочее Прочее Мы Занимаемся Философия И Должен Быть Критерий На самом деле Если Ты Занимался Снами То Ты Понял Что У Многих Людей Есть Критерий Внутри Сна Как Отличить Что Это Сон А Ни Занимаемся Понимаешь Например Даже Фильм Есть Начало Называется Закручиваешь Волчок Если Волчок Старит И Бесконечно Вращается Значит Это Сон Даже У них Есть Такой Талисман Если Ты Помнишь Слово Начало Это Действительно Так Допустим Одна Девушка Она Просто Описывает Свои Сны Она Подпрыгивала Если Зависала В воздухе Значит Во Сне Это Где Ты Упал И Михаила Радуги Ну Это Какая Другая Девушка Она По Михаилу По Технологии Михаила Радуги Спалась Во Сне То есть Она Как Отличала Сон Она Во Сне Мы В Реальности Мы Не Можем Летать Во Сне Можем Он Подпрыгивал Зависал И Что Особенность Этих 21 Века Этих Психологических Технологий То Что Они Полагают Что Находясь Во Сне Мы Можем Отличить Сон От Реальности Это Факт Вот У них Такой Подход Что Находясь Во Сне Можем Понять Что Еще раз Давай Не сбиваться С главного Пури Главный Путь Состоит Для того Чтобы Определить Что Такое Вещь Безотносительно Того Можешь Лично Ты Отличить Сон От Яви Но Должен Критерий Различия Реальности Иллюзии Знаю Если Такого Критерия Нет Тогда Невозможно Говорить О Вещи Вот А я Говорю Совершенно Не понимаю Причем Здесь Этот Критерий Я Говорю О той Простой Вещи Как О Понятии Вещи Которое Представление О Вещи Как Таковой Противопостоит Этическому Подходу А Именно Получается Что Вещи Из Простой Отношения Двух Свойств Изданных В одном И том Женщике Никакой Ёлки Здесь Не быть Не Могу Тебе Критику С другой Стороны Различие Существования Определенности И Бытия Соотношение Свойств Это Есть Ничто Иное Как Некого Рода Определенности Которого Отношения Бытию Принципи Не И Это Определенность Может Быть Любой А Мы Всегда Когда Говорим О Бытие И Вообще Когда Мы Всегда Рассматриваем Формальную Сторону Бытия А не Сторон Определенности Нам же Существенно Что Вещь Есть А не То Какова Вещь Вторую Очередь Нам Важно Что Она Красная Попродолговатая На первоначале Нам важна Формальная Сторона Вопрос Хороший Разговор Вот У нас Есть Два Представления Вещи Огурец Одно Первое Этическое Вот Такое Огурец Зеленый Огурец Есть Зеленый Или Огурец Есть Продолговатый А теперь Другое Представление Об основном Ту самом Огурце У нас В одном Теме Это Зеленое Продолговатое И вот Это Называется Вещь Отношение Зеленого И Продолговатого И Некой Сущности Которая Безусловно Связана С Бытием А Отношение Двух Свойств Одного И того Одно Есть Другое Вот Именно В эти Слово Есть То Самое Бытие И Заключено Не В том Смысле А Что Огурец Есть Зеленый Или Огурец Есть Продолговатый А в том Что Продолговатая Есть Зеленая В одном Месте В Форме Предметности Где Пространственность Назерет Форму Предметности Вот Это Другое Представление Тут Хороший Подход Видишь На нем Можно Очень Просто То Что Ты Приложил Очень Просто И Элегантно На мой взгляд Сформулировать Эту Разницу Между тем Подходом Который Предлагаю Я В настоящий Монент И Тем Подходом Который Разделяет Как Философия Платона Так И Представление Немецкоглассической Философии Нет Сейчас Подождите На самом деле Я просто Не понял Что значит Отношение Продолговатого И зеленого Я хотел По этому Поводу Смотри Без того Чтобы Сказать Что Это Огурец С отношением Продолговатого И зеленого Никогда Не будет Понятно Что это Такое Ведь Ты Как бы Ты Базируешься На эдетическом Подходе В котором Есть Огурец Который Конечно Можно Разложить На составляющие А потом Указываешь Что Яков Эти составляющие И составляет Огурец Не говоря Огурец Выскажи Нам Соедини Продолговатого И зеленого И я Могу Сказать Это Много Что Может Быть И Может Быть Все Если будет Кругло И красное Это Будет Помидоры Третьим Будет Продолговатый И оленджелой Это Будет Мэтч И Рельби Это Правильно Никаких Помидоров Огурцов У тебя Нет Ты Должен Удриться Исходя из Соотношения Качеств Вывести Вещи Ты Этого Не сможешь Сделать Потому Что Вещи Всегда Больше Любых Своих Качеств И Потому Что Вещи И Подход Конкретно Здесь Подхода Никакого Нет Это Штука Которая Сдает Конкретность Вещи Как Таковую Это Очаровательно Получается Подхода Никакого Здесь Нет Речь Идет О том Что Об Эдетическом Подходе Только Наиболее Авторгированной Форме Ну Вот Эдетический Подход Пытается Более Конкретный Быть Пытается Говорить О каких Конкретных Вещах А Подход Максимально Абстрактный Может быть Подведено Рембильный Мяч Огурец И прочие Предметы Они Объединены В нищие Они Не могут Быть У тебя Здесь Существует Проблема Двух огурцов Понимаешь Да У тебя К сожалению Одно из Недостатков Такого Подхода По крайней Мере Начали Что Тебе Надо Научиться Сравнить Различные Вещи Потому Что У тебя Не будет В мире Двух огурцов Вот Это Рембильный У тебя Много Проблем Кроме того Что У тебя Много Проблем Это Просто Вообще Говоря Не Философ Какой Поход Можно Поэтому Дальше Двинуться Конечно Безусловно Попытаемся Еще раз Вещь Невозможно Вывести Соотношение Ее Качеств Никак Потому Что У Вещи У Любой Вещи У Любого Бытия Всегда Бесконечное Количество Качеств Ты не можешь Все Перечислить Ну Елка Елка На которой Сидаться В обратном Способ Что Есть Какие Качества Мы Комбинируем И получаем Вещи В одном Месте Мы Не комбинируем Они У тебя Просто В одном Месте Находятся Поэтому Оно Тебе И В Огурсовом Все Нет Подожди В Одном Месте Нет Нет Бесконечного Количества Свойств Вещи Нет Елки С Непонятно Как из отношений Получаются Вещи Нет Тоже Непонятно Она И есть Сама По себе Вещи У него Видите Вдруг Выяснилось Что Есть Какое Место Ну Значит Все Так Это И Много Вещи Можете Сконструировать Да Да И Все Одна И Тоже Вещи Нет Они Все Разные А Почему Здесь Пока На этом Этапе У тебя Не то Что Они Все Одна И Тоже Вещи Они У тебя Везде Разные Вещи Но Они Различаются Если Ты говоришь Про место То Это Сразу Идетический Подход Самое Место Потому Что То Самое Нанизывает На себя Все Свойства Нет Ну Как Если Есть Некое Абстрактное Понятие Место Оно Принимает В себя Все Свойства И Получается Ты Иным Способом Излагаешь Тот же Самый Элитический Подход Нет А почему Тоже Самое Нет Нет Некой Самостоятельной Сущности Место Тебе Не Сдает Сущность Нет Место Задает Ёлку Это Не Элитический Подход Это Гуссерля Подход Она Задает Некое Как раз У Гуссерля Вещ Это Есть Нечто Есть Нечто На Которое Навешаны Профили Здесь Нечто Нет Но И ты Говоришь Что Есть Место У тебя Нет Место Есть Да Место Есть Место Это Есть Вещ Конечно Да Форма Вещ Конечно Я Трясую Декар Не Как Определенно Я Сейчас Понял Что Речь Идет В моем Корот Постинге Философская Загадка Как Извлечить Две Вещ Это Значит Вы Сам Это Позже Я Умею Вещи Вещи Различать Да Умею Ну и Как Расскажи Вещи Пытаются Следующим Образом Мы Вещи Пытаемся Различить Следующим Образом Мы Удерживаем Мысленную Форму Как Таковую Да И Переходим От мышления Одной Вещи К Другой Вещи Вот Именно Мысленную Форму Мы Удерживаем У нас Результатом Будет Являться Не тем Что Одна Вещь Отличается От Другой Вещи Ведь У нас Огурец Отличается От Поредора Правда А Будет Совсем Иначе У нас Будет Зеленая Отличаться От Красного И Продолговатая У нас Будет Отличаться От Круглого При этом То Что Они Держатся В качестве Каждого Происходящих Вещей То Это Опять Другой Подход Вот То Кажда Любая Вещь И Соотношение Свойств И Мы Различаем По Свойствам Да Да Мы Именно Отличаем Одну Вещь Не ты различаешь в единическом, ты различаешь помидоры от уголца, а не продолговато от круглого, помидоры от уголца ты отличаешь. Еще скажи, что не так. Конечно, помидоры от уголца. А вот что ты имеешь в виду, когда говорили зеленое, продолговатое? Вот мне представляете, что это в твоем словаре и есть то, что другие понимают по словам «вещь». Я думаю, нет. Я думаю, нет. На самом деле Игорь прав в следующем отношении, что если есть некого рода иидос, то тогда вещь должна быть одна. А почему их много? На самом деле многообразие вещь вносит материи, которых у Игоря просто нет. Потому что одна и та же форма, если говорить словами Аристотеля, она может впечататься в разной материи. То есть один и тот же шар может быть сделан из дерева, а шар может быть сделан из меги. То есть материя разная, а форма одинаковая. То есть на самом деле многообразие вещей – это характеристика материи, а не формы. Потому что форма – она всегда одна. То есть форма – шар, она одна. Поэтому как бы проблема того, что если мы говорим об иидосах, то почему существует много вещей – это не может быть объяснено с позиции Ильца. Это может быть объяснено только с позиции того, что Ильцу противостоит. Ильцам противостоит материя. Это объясняется тем, что материя, она так устроена. Она, в отличие от Ильца, она чувствована. То есть она каждый раз новая. Ильц один и тот же всегда. Он просто один. А материя – это начало множественности. КОНЕЦ